Добрый день дорогие друзья, Александр Белов Зачем человеку пальцы на руках и ногах? Теория инволюции Зачем человеку пальцы на этот момент, на этот вопрос эволюционисты отвечают туманно Туманно На самом деле руки на ноги не похожи Мы с вами понимаем, что на руках пальцы длинные Для того, чтобы манипулировать разными предметами На ногах они короткие, толстенькие Для того, чтобы они крепенькие Чтобы цепляться за неровности почвы Ну, например, при скользкой этой самой почве Например То есть разная функция у человеческих пальцев На руках и ногах Поэтому все эти бредни эволюционистов Что наши пальцы нам достались от неких ископаемых репедисти Которые отращивали плавники и конечности А потом перекочевали в тетрапот четвероногих Которые цеплялись за неровности почвы Уже и руками и ногами Ну, то есть передними конечностями и задними конечностями Мол, дескать, наши человеческие пальчики Они, собственно говоря Вот остались как средство передвижения На самом деле, дорогие друзья, должен соответственно заявить Что наши человеческие пальцы Это манипуляторы Это сложные манипуляторы Где большой палец противооставляет с остальным Эти имеют три фаланги с второго по пятый А первый имеет две фаланги И все очень точно устроено Гибкая ладонь И никакие это не средства передвижения Это средства манипулирования Так что давайте манипулировать А не передвигаться на четвереньках Ну и понятно, что повернуть ладонь Мы можем внутренней стороной Ну, типа дай А можем, так сказать, перевернуть Без особых усилий эту ладонь вниз И что получается-то? Собственно, мы вращаем ладонью Так и сяк И пальцами вращаем Которое у нас особо не средство передвижения Но то же самое мы не можем сделать При всем желании со стопой Стопа у нас жесткая Она, как говорится, ориентирована на землю И, в принципе, подошвенное сгибание-разгибание Оно, в общем-то, доступно Оно для того и создана стопа Чтобы ходить по земле Топтать эту землю Как говорится, отталкивать ее от себя А вот супинация То есть, ну, как бы, поворот Стопы, ну, как бы, вот этой подошвенной стороной Наружу Или супинация То есть, вовнутрь И наружу Вот, они ограничены Ограничены очень сильно Это сделано для того, чтобы придать жесткость стопе Безопасить Вот эти вот Возможные выверты стопы При неровной почве Ну, и вот смотрите Встав на четверинке Бывший человек перекручивает предплечье Очень даже, чтобы опереться руками на землю В эту землю И при этом большой палец кисти Он расположен с внутренней стороны ладони А голень Сохраняет неперекрученное предплечье И это очень, как бы, симптоматично Потому что голень мы не можем перекрутить Потому что колено – это шарнир У него разрешающая способность Движения вперед-назад ноги А предплечье в локте Разрешающая способность Крутить, вертеть, манипулировать предметами Но самое удивительное Что у всех позвоночных такая же Ну, практически у всех Сайпидистей, начиная с тетрапод примитивных Четвероногих Ископаемых, неископаемых Примерно такая же конструкция скелета Не примерно, а такая же Ну, как так у человека Это все, так сказать, прикодилось Для двуногого передвижения И манипулирования свободными Свободными человеческими руками Анатомия идеально соответствует функции А у четвероногих это нет Не идеально соответствует И ноги и руки для передвижения Ну и, конечно, большой палец кисти Развернут наружу при неперекрученных предплечьях Допустим, вот Это обеспечивает удержание предметов А большой палец стоп Расположен с внутренней стороны Стопы мы не можем перекрутить То есть не можем перекрутить голени Потому что колено это шарнир И такая конструкция обеспечивает Очень хорошее, устойчивое Длительное прямохождение Что не скажешь об обезьянах И прочих разных животных На двух ногах Они себя чувствуют Отнюдь не так уверенно, как человек Ну и, конечно, руки созданы Для одновременной совместной работы Ну вот, если мы посмотрим Большие пальцы фиксируют Хорошо равновешенный груз Не при перекрученных предплечьях С обоих сторон В общем, линия обзора тут очень хорошо видна То есть мы можем видеть Что мы там несем перед собой Блюда или груз И куда мы несем этот груз Груз прожитых лет Несем по жизни В общем, чтобы положить В виде могильного камня на могилу Не знаю, сами мы положим Или кто-то нам положит В общем, как говорится Положат все Ну, в смысле, положат этот каменный Над теми, кто умер Положат камень Но, в общем-то, что? Что тут важно? Человек встает на четвереньки Бывший, бывший человек Не мы с вами И упирается ладонями в землю Чтобы быстро бегать И, в общем-то, удлиняет кисти Из пясти Образуется новый рычаг Рычаг удлиняется Бедра и плечи укорачиваются Ну, это такое приспособление Потому что очень неудобно На четвереньках бегать Вот в таком вот состоянии Когда длинные ноги мешаются И колени тебя под плечи Подпирают постоянно В общем, или сталкиваются с локтями Когда ты бежишь на четвереньках Упираешься пальцами в землю Вот это очень плохо Но зачем пальцы на ногах Спросят нас Пальцы на ногах Чтобы цепляться за неровности почвы А зачем ногти на ногах Но если их не стричь Ну, вот ухоженные женщины Вернее, ухоженные ногти За ухоженными женщинами Осуществляющими уход за своими ногтями Они, конечно, могут цепляться За неровности почвы Босыми ногами Не знаю, как они ходят в туфлях Или в зимние обуви При таких вот Как говорится Чистых и, так сказать Не стриженных ногтях Но, тем не менее Они могут ходить Очень успешно Босыми ногами Понимаете? У них это лучше будет получаться Потому что Дополнительная опора стоп Она еще и впереди Смотрите Ногти как впиваться будут В эту землю По которой они будут идти То есть гореть будет земля Под ногами таких женщин Дорогие друзья Если не стричь ногти В общем, дорогие женщины Не стригите ногти И гореть будет земля Под вашими ногами В общем-то Это все прекрасно И гореть будет она Тоже под руками Потому что Если не стричь ногти На руках То руки Значит Приобретают Некие такие Можно сказать Мини оружие Для манипулирования Разными предметами То есть В принципе Не надо брать Ножичек Не надо брать Какие-то мелкие штучки В руку Можно когтями Вернее Ногтями Извините Делать то, что хочется И в общем-то Вот такая вот история И когда Мы делаем шаг То есть Вся анатомия Нашей ноги Включая От начала От бедра До колена И ступни Она в общем-то Для прямохождения Создана Она не создана Для четвероногого Передвижения Мы ступаем На пятку Потом переходит Так сказать Плавным вес Тела Переносим И уже Опорная нога Она в виде Так сказать Такой подпорки Упирается Так сказать Пальцами в землю И вот тут Как раз Нам пригодились Наши ногти Которые цепляются За землю Когда Из В общем-то Последние ногти Оставляют Эту землю В смысле Уходит Так сказать Опорная нога Превращается В маховую ногу Маховую И таким образом Осуществляем Мы шаг Шаг И наличие стопа Продольного Поперечного В общем-то Подъема Он тоже обеспечивает Очень хорошую устойчивость Ну и конечно Пальцы На ногах Они позволяют Перенос точки тяжести Вдоль поверхности стопа Совершенно Мы стоять Можем долго Как говорится Разговаривать И все такое Прочее А можем Как говорится Идти Тоже долго И упорно Куда нас послали Или мы себя послали Или нас послали Ну в общем Не важно Кто Кого послал Куда Главное Идти В общем Как говорится Дорогу Осилит идущий Как говорится Таким образом Пальцы на руках Ногах Они морфологически Функционально Служат Для разных Целей Друзья мои В общем-то Еще раз повторю Для того Чтобы Так сказать Руками Манипулировать Понятное дело Оторвать у кого-то Ухо Или там Наоборот Его приклеить А На ногах Собственно Сделать ноги Как правило Или догнать кого-то И съесть В общем Превращение Бывшего человека Его бывшие руки В передние конечности Оно вполне себе Вписывается В ту самую историю Когда эволюционисты Нам говорят О гомологичных рядах О том Что кости Вот у эпидистей Древних Вот это рапот Они в общем-то Гомологичны Костям Человеческих Рук Ну в данном случае Это передняя конечность То есть Бывшая Это о чем говорит О том Что бывшая рука Она вторично Начинает использоваться Разными позвоночными Для передвижения Об этом говорит Теория инволюции И у человека Действуют конечно Разноименные рычаги На руках и ногах То есть руки Сгибаются к голове К голове Нашей Как говорится В голове у нас Все Потому что Ну в общем Мы же головой едим Дорогие друзья Не забывайте Что мы головой едим Головой смотрим Головой слышим И головой мы Ну если хочется Почесать То руки Значит голову Я имею ввиду То руки Сгибаются К голове А вот ноги В коленях Они в другую сторону Сгибаются К земле Вы не задумывались Почему так Сгибаются По разному Разноименно Ноги и руки Да потому что Ногами ходим А руками мы Что-то перемещаем И голову чешем И вот надо И вот надо Ее чесать Почаще Тогда будут Хорошие мысли Приходить В голову И понятное дело Эволюционистов С мыслями Совсем плохо Они собственно Разучились Чесаться В общем Может быть Блох Они уже не ищут Не ищут Блох Как искали Их предшественники Ну я не хочу Сказать Что у Даровина Были блохи В голове Но что-то такое Знаете Тараканы Блохи В общем Кто его знает Что у них В этой Англии Там 19 века Было В этой Великобритании Это же было Колониальное Колониальное Прошлое Вы же поймите Дорогие друзья И дарвинизм Обслуживал В общем-то Обслуживал Колониальную политику Викторианской Англии И фактически Показывал Что да Эволюционируют Англичане А остальные Все они Как говорится Можно сказать Недоразвитые И поэтому Английское Превосходство В общем-то Колониальное Владычество Обретало Некой Политический Вес И идеологические Такие Весомости Вот И пальцы Конечно Вернемся к пальцах На передних Задних Конечностях Животные Разные Позвоночные Они унаследовали От прямоходящего Человека И вторично Они их адаптировали К разным Совершенно разным Экологическим Нишам Разным Природным В общем-то Способам Существования Мы здесь видим У лягушки Человека У летучей мыши У дельфина Или у лошади Которая на среднем Пальце бегает Большом и увеличенном Остальные у нее Рудиментировались А ногти у нее Превратился В копыта Лошадиное Копыта На руках И ногах В общем-то То есть по-разному Они используют пальцы Ну вот лягушка Например Древесная Они практически Все присасываются На кончиках пальцев У них образовались Присоски Выделяют слизь И она может Хоть на вертикальное Хоть на горизонтальное Хоть как говорится Снизу на лист Прилипнуть И висеть Там долго и упорно Пока не найдет Своего комарика А комариками Она питается Ну допустим Комариками Или какими-то Гусеницами Или еще чем-то Насекомыми Какими-то Ну в общем Люди многократно Появлялись На этой земле Поэтому Многократно Они превращались В разных позвоночных Нет единого Такого Знаете Как говорят Эволюционисты Древа жизни Вот оно Развивалось От единого предка Такого Абсолютно нет То есть Земля Это открытая система Она многократно Заселялась Разумными людьми Ну и не только Разумными И разными Другими Существами Возможно разумными Ну например Предками членистоногих И так далее Или там Предками моллюсков Может быть Все может быть Нельзя ничего исключать А вот что касается Людей То их деградирующие Потомки Позвоночные Живут Они многократно Они многократно Появлялись И многократно Вымирали А некоторые Дожили до нашего Времени Ну и так далее Кого-то мы видим В виде фасилия Каменелости Уже А кто-то Собственно Присутствует В своем телесном Облике И бегает Или прыгает Или ползает Или летает В общем По нашей Матушке Земле Как говорится Или роет Роет эту землю Тоже Ну в общем Это все Потомки людей И конечно Наличие в скелете Четвероногих Млекопитающих Именно тех Гомологичных костей Которых нам Собственно И твердели Эволюционисты То есть Как в скелете Человека Она указывает На биологическую Инволюцию А не эволюцию И уже вторичное Ну или приспособление Так скажем Бывших людей Предков Четвероногих Животных То есть Многократно Заселяющих Землю Этих людей Превращающихся Четвероногих Животных Природному Существованию То есть Именно человек Он в общем-то Выстраивает Искусственную среду Обитания Ему не надо Приспосабливаться К среде Его тело Практически Не приспосабливается Геологически Климатически Потому что Он искусственную среду Одежда Климат Искусственные Жилища Обогрев Все это Так сказать Комфортные условия Создает для человека А вот У животных Которые позвоночные Потеряли разум Им как раз Актуальны И на повестке дня У них Было Приспособление Ну Не у животных А у их предков Бывших людей Потерявших разум Было как раз На повестке дня Приспособление Организма Биологического Организма Уже К той или иной Среде Той или Экологической Нише Ну Хищные Стали хищными Растительноядные Приспособились К растительноядному И убеганию От хищных На четвереньках Ну и хищные Тоже Стали на четвереньки Чтобы их догнать Потому что Четвероногий Бег Он более быстр Если Адаптировать Конечности Бывшие ноги Бывшие руки Так что Вот такая вот История Дорогие друзья Не превращайтесь Четвероногих А читайте Тюринволюцию Алисандр Белова